Александр Владимирович Черкасов с нами на связи. Александр Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Александр Владимирович, ну, у меня тот вопрос, который мы уже с вами обсуждали, не единожды в эфире, но, тем не менее, ситуация развивается, ситуация, скажем, новыми обрастает историями, поэтому есть смысл это снова обсудить. Ведь когда один артист, два или три высказываются против войны в Украине, еще можно предположить, что действительно, ну, можно попробовать им закрыть рты и, собственно, таким образом, чтобы население не взбунтовалось и каким-то образом не заподозрило, а, может быть, и правда, они говорят правду. Прошу прощения за тавтологию. Но когда это становится все более массовым явлением, и любимцы народа, действительно такие с именем, с очень хорошей репутацией, карьерой, говорят о том, что Россия сейчас делает что-то не то, но ведь это должно обратить на себя внимание. Понимаете, чтобы это обратило на себя внимание, нужно, чтобы в среде распространялась об этом информация. Пока же все-таки получается, что и становится известно об этом, что называется узкому кругу ограниченных людей. Та же самая история с Назаровым Махабенским, она, да, осталась нишевой, хотя Назаров, казалось бы, всенародно любимый актер. Он действительно замечательный актер, но замечательный актер, как мы знаем, это тот человек, который в жизни тоже соответствует. Понимаете, все-таки поток информации о успехах реальных или мнимых на войне об оружии, а черт знает чем, он гораздо больше, чем поток, да какой значит поток? Ручеек, сведения о том, что же сказали эти самые любимые артисты. Ну, капля камень точит, ручей тем более. Я понимаю, что все эти разговоры, они кажутся совершенно бессмысленными и неуместными после Днепропетровска, после Днепра, после уничтожения дома, после гибели десятков человек. Но, знаете, в Германии ведь тоже не с самого начала поняли, что что-то не так. И вот то, что действительно любимые актеры, то, что действительно те, кого смотрели и слушали, они выпадают из обоймы, остается какой-то совершенный трэш. Это, наверное, как-то будет влиять. Но актеры актерами. Я бы обратил внимание на фигуру Михаила Лобанова. Вот ученый, педагог, настоящий доцент настоящего мехмата. Извините, это тоже может показаться новостью мирного времени, но не похожий на орко-человек, не похожий на заевшегося и работающего на любую систему бюрократа. Он действительно человек, заступающийся за студентов у себя в университете. Каких-то, начиная от простых сюжетов, вроде ликвидации дешевой и столовой, кончает тем, что, извините, на мехмате в университете есть свой политзаключенный, Азат Мефтавхов, математик. И то, что находятся преподаватели и на этом факультете, и на других, которые и в поддержку политических заключенных, и против войны, это важно. Но сейчас против него пытались, видимо, сфабриковать дело, пристегнув его к Илье Пономареву. Илья Пономарев тоже считается, вроде бы, политиком левого направления, но к Лобанову не имеет никакого отношения. Лобанов, кроме того, что он вот такой нормальный преподаватель, который абсолютно западный. В Сорбонне он смотрелся, наверное, идеально. Он еще и левак. В хорошем смысле слова, левый политик. Не коммунист замшелый, не маргинал, а реальный левый политик, вокруг которого сплачиваются другие несистемные левые. Ну и, наконец, когда были выборы, когда были выборы, которых пролетел и Лобанов, и другие кандидаты пролетели с помощью электронного голосования, которое у нас есть. Помните, как у вас, Янукович, ухнуло несколько миллионов голосов? Ну вот, есть у нас такой чудесный инструмент, который на муниципальных выборах тоже можно применять. Так вот, перед этими выборами оказалось, что за Лобанова еще местная общественность в тех районах, где он баллотировался. А что это за общественность? Да те же самые люди, которые до этого выходили и на антивоенные митинги тоже. То есть, на самом деле, Михаил Лобанов представляет невыдуманную ту самую другую Россию, которую не представляет наша власть. И его вначале закрыли на сутки. Но до этого точно так же сделали, например, с Ильей Яшином и Владимиром Карамурзовым. Вначале административный арест, а потом фабрикация уголовного дела. Лобанова сейчас освободили. Но это ситуация, в которой несистемные политики находятся в России. Это ситуация, в которой анонимная надпись на асфальте – это протест. Когда баннер, плывущий по реке – это протест. Но это происходит, если посмотреть сообщения ОВД-Инфо, которые дают информацию о том, как в регионах России, в очень отдаленных регионах, люди протестуют, открыто протестуют, составляют против них протоколы, возбуждают уголовные дела. Это Россия тоже есть. Но это не отменяет Россию, падающую на города Украины. Александр Владимирович, я вот хочу еще уточнить, вернуться немножечко к актерам и, собственно, к этой теме, как, знаете, тема, которая может на самом деле подвигнуть кого-то, также высказать свое мнение. Вы вот говорите, что не очень-то известно, потому что только в узких кругах слышали, что какого-то артиста за позицию и так далее. Но ведь в России хотят уже даже маркировать, как было и в сюжете, я озвучила эту информацию, потому что маркировать хотят актеров. Вот человек приходит в кинотеатр, он себе решил, что Украина где-то далеко, все равно, что там происходит и так далее, и даже как-то абстрагироваться от всей этой ситуации. Не знаю, насколько это будет скоро возможно с самой Российской Федерацией, с учетом мобилизации приближающейся. Тем не менее. И тут, получается, начинается кино, но перед этим, собственно, список актеров, которые теперь враги для России. Всю жизнь их любили, еще, возможно, отцы, мамы поколениями следили за их творчеством, а теперь они оказываются врагами. Вот этот момент, но он ведь явно не на руку российской пропаганде сыграет. Так ведь, понимаете, кроме идиотов есть циники. В советское время тоже ведь было по-разному. Были актеры, которые, скажем, уехали или высказались против системы и уехали, и они исчезли. Их нет. Но возьмем какого-нибудь популярного комика, Савелия Краморова, который в фильме «Джентльмены удачи». Куда его денешь? Как нам без джентльменов удачи? А просто человек исчезает из титров. Циники сделали бы так. Идиоты, конечно, будут маркировать. Я не знаю, какая из этих двух партий у нас сейчас побеждают, но я к тому, что здесь, к сожалению, нужно время, чтобы это подействовало, чтобы обыватель понял, что что-то не так. У нас же скоро годовщина, февраль. Как это Карл Чапок, который все предсказал? Пророк в феврале. Надо подготовиться к зиме. К сожалению, до людей доходит медленно. В отличие от Украины, где все все поняли очень быстро. И это медленно, нестерпимо для тех, у кого гибнут близкие. Для тех, кто сейчас в холоде и без света, и без воды. Но, наверное, без того, чтобы что-то произошло изнутри, никаких решительных перемен быть не может. Можно, конечно, считать, что врага удастся победить. Но пока он не изменится, не перестанет быть врагом, проблема-то решена не будет. А эти актеры, которые оказываются умными и порядочными людьми. Тот же Назаров. Или вдруг оказывается интеллигентнейший Максим Галкин. Или Смоленинов. Шаг за шагом, может быть, это все ведет в верном направлении. Поскольку актеров знают лучше, чем профессоров математики. И также хочу добавить информацию для наших зрителей о том, что российских артистов хотят наказывать за поддержку Украины. Каким образом? Отрезать от абсолютно любого финансирования. Также убрать буквально из российского информационного поля тех, кто признан теми самыми иностранными агентами и критикует сторожение в Украину. Хотят запретить такими артистам посещать радиостанции, телеканалы. Ну, это было предсказуемо. Их контент удалять со всех платформ. То есть, если хочется какой-то фильм, какое-то кино или блог чей-то, возможно, пересмотреть в который раз, поностальгировать. Возможно, скоро это у вас не выйдет. Я хочу, чтобы знали, почему. Потому что определенные люди признаны иноагентами в Российской Федерации. И я хотела бы уже в завершении нашего с вами диалога обсудить тему не актеров, но также определенного сопротивления власти, ныне действующей в Российской Федерации, обсудить тему Алексея Навального. Ведь когда еще год назад еще была такая возможность у Алексея Навального попереписываться с изданием «Тайм», он писал об условиях своего содержания. Так вот, писал, что никому не разрешает с ним общаться. В заключении только один человек, и то парочкой слов может перекинуться о том, что окна в его камере заклеены белой бумагой. И на самом деле он находится как будто бы в какой-то коробке из-под обуви даже, а не в камере. И на тот момент казалось, что, ну, собственно, это максимум, куда еще ужесточать судьбу человека. Но вместе с тем мы наслышаны, что в последнее время оказалось, что есть куда ужесточать. Есть одиночные камеры, в которых можно только сидеть или стоять. И при желании на самом деле жизнь испортить можно еще куда хуже. А как вы считаете, Владимир Путин на данный момент, это просто он мстит за что-то? Или сам Путин как-то верит в Навального, в его силы, в его перспективы, в его, возможно, политическую карьеру продолжающуюся? — Знаете, мне не очень интересно, во что верит названный вами персонаж. Но то, что Алексей Навальный сказал слова, которые никто другой не мог сказать, вот тогда в феврале. Если для того, чтобы остановить войну, нужно заполнить собой тюрьмы и автозакли, мы заполним собой тюрьмы и автозакли. Понимаете, такой призыв можно бросить только из тюрьмы. С волей, тем более из-за границы, это будет абсолютно фальшиво. Алексей Навальный сейчас — это не только главный оппозиционный политик России, но и главный из антивоенного российского движения. Я понимаю, что нашей очень умелой пропаганде, которая умеет играть на многих нотах, многих душах и через многих агентов, удалось поселить во многих умах мнение о том, что Навальный — это то самое крымний бутерброд. Хотя люди обычно читают заголовки и не смотрят, что там за этим еще стоит. Но Алексей Навальный действительно главный оппозиционный политик России. И вовсе не второе издание Путина, как укоренилось в некоторых мозгах. И то, что ему сейчас создали условия, при которых его, не то чтобы физически убивают, но не оказывают лечения, когда он в штрафном изоляторе. Уже на второй десяток, кажется, пошли его штрафные изоляторы. Не оказывают лечения, когда он болеет. То ли гриппом, то ли ковидом. Черт его знает. Но все равно Алексей Навальный, как и другие политзаключенные, Яшин, Горинов, оттуда из тюрьмы, говорят всем остальным, не бойтесь. Говорят те слова, которые в их устах уместны, а не в моих. И эти люди, Яшин, Горинов, которые сели в тюрьму как раз за то, что называли войну войной и требовали ответственности преступников. Яшина посадили за то, что он, собственно, говорил про Бучу, преступления, совершенные там. В свое время Господь говорил, что он пощадится за дом и Гаморру, если там найдется 20 праведников. Я не берусь считать, но такие праведники есть. И, может быть, это покажется смешным по сравнению с тем, что происходит в Украине. Может быть, это не убедит тех, кто в окопах. Хотя их-то, наверное, они-то, наверное, как раз лучше это воспринимают. Но есть в России праведники. Александр Владимирович, я благодарю вас за то, что вы присоединились к эфиру. Я благодарю за высказанное вами мнение, за информацию. И, конечно же, до новых встреч в эфирах. Присоединяйтесь к нам еще. Напомню зрителям, кто с нами был на связи, российский правозащитник и журналист, член Совета вновь созданного Центра защиты прав человека «Мемориал» Александр Владимирович Черкасов.